А вы сможете измениться благодаря четырем великим понятиям исписания. В законе Бог сказал Моисею обратиться к сынам Израилевым. Он сказал, вы не должны делать то, что делают в Египте. Кстати, это касается и нас. Вы не должны делать то, что делают в мире. Бог сказал, вы должны следовать с моим постулатом и моему закону. Вторым важным понятием из Писания являются пророки. В Писании постоянно упоминаются эти люди. Вы не должны следовать за другими народами. Вы не должны следовать за их богами и жить, как они. Вы должны покориться моим заветом, сказал наш Господь Бог. В благовествованиях апостолов, а именно в Евангелии от Матфея, записана Нагорная проповедь. В ней Бог говорит очень простым языком. Он говорит, не будьте как они. Не будьте как лицемер, язычники и неверующие. В посланиях, например, к римлянам, сказано, не сообразуйтесь с веком Сим. Здесь, в Америке, мы, похоже, стесняемся быть другими. Но в Писании все написано простым языком. Бог говорит очень ясными словами. Но иногда нас отвлекает что-то другое. Некоторые из нас неправильно понимают свою миссию на земле. Вместо того, чтобы быть миссионерами церкви в мире, мы пытаемся быть миссионерами мира в церкви и повлиять на нее. Мы несем в церковь послания из мира. Порой кажется, что мы приходим сюда, чтобы придать церкви больше черт от мира. Так мир влияет на церковь. Словно Христос будет нами за это гордиться. Мы пытаемся придать церкви черты мира. Но не это наше призвание. Не для этого мы здесь собрались. Не для этого Бог привел нас всех сюда. Мы собрались здесь не для этого мира. А люди пытаются повлиять на церковь. Они пытаются внести в церковь политику мира. Проблемы — определение половой ориентации. Не обузданные желания. Сексуальные и всякие другие. Возможно, таких прецедентов мало, но они довольно вопиющие. И в большинстве случаев эти прецеденты противоречат самим основам христианства. Ричард Нибур в одном из своих высказываний очень точно охарактеризовал этих так называемых христиан. Он сказал о них вот что. Бог без гнева привел людей без греха в царство без суда, через Христа без креста. Сегодня мое послание будет посвящено не этому. Кстати говоря, миссионеры из мира сегодня все-таки повлияли на современное поколение. Если вы посмотрите на так называемое поколение Y, то вы увидите, что 64% этих людей имеют детей, они родили одного и более детей вне брака. И это в Америке. Это больше, чем 6 из 10 человек. 44% представителей поколения Y хотят жить при социалистической экономике или в соц. стране. 76% молодых людей в возрасте от 18 до 21 года верят, что истина зависит от обстоятельств и ситуации. Вы понимаете, что миру удалось повлиять на евангелизм? Не знаю, как вы, но лично я ощущаю давление. Ведь у меня есть призывание не уподобляться миру. На прошлой неделе я ясно это увидел, когда внезапно подул сильный ветер. Я живу у реки. Если вдруг ударит молния или произойдет какой-то другой природный катаклизм, от этого часто страдают деревья на моем участке. На моем участке растут деревья, которые лучше всех самоочищаются. Это пеканы. И каждую неделю мне приходится убирать на моем участке ветки или даже целые деревья. В прошлом году молния попала в два моих пекана, но они так и остались стоять. Один из моих пеканов очень хорошо плодоносил. На нем всегда было много плодов, много орехов. На нем повсюду росли орехи пекан. Это дерево было настоящим монстром. Оно было очень огромным. Но вот подул сильный ветер и сломал это дерево, и оно погибло. Ирония заключается в том, что мертвые деревья выстояли, а живое погибло. Но самая ирония в том, что я постоянно вижу то же самое в церкви. Я вижу мертвое, которое крепко стоит на ногах, а то, что должно быть живым, часто падает, потому что у него слабые корни. Оно не в форме. Сила, которую Бог передает своим словом, не вошла в их корневую систему. Вот почему у них нет сил и стабильности. Сегодня я хочу рассказать вам нечто важное. Я расскажу вам о принципах науки духовного фитнеса. Духовный фитнес не такой, как фитнес для тела. Фитнес для тела характеризуется вашей силой, вашей мощью, вашей подвижностью, вашей свободой от недугов. Но Бог подготовил для нас и духовный фитнес. У него тоже есть свой показатель. Это наша возможность выстоять в тяжелые дни и остаться такими, какими задумал нас Бог. Вы слышите меня? Итак, первая важная мысль. Первый принцип — это уподобление. Это важное слово. И чрезвычайно важная мысль. Потому что вы можете уподобляться одной из двух вещей. Давайте обратимся к посланию к римлянам. Там сказаны очень простые слова, а именно. И так умоляю вас, братья. Здесь Бог обращается к церкви. Милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую. Позвольте мне кое-что добавить от себя. Это касается и вас. Вы — это часть этого. Вы не должны бежать от этого. Вы должны следовать этому изречению. Святую, благоугодную Богу для необычайного служения вашего. Разве там сказано «необычайного»? Нет. А как же там сказано? Что означает для вас слово «разумный», которое стоит в оригинале? Это слово означает, что Бог ожидает, что мы будем делать так. Бог не будет награждать вас медалью каждый раз, когда вы сделаете что-то праведное. Он ожидает, что его сыны будут жить именно так. Он ожидает, что мы будем стремиться к телу Христову и наследию, которое он оставил для нас. Поэтому мы должны стремиться к нему. Если вы говорите «мне нужен стимул», это хорошо, но поймите, что наиболее ясно. Вы поймете это, будучи юными и незрелыми. Но вы будете расти в Боге, и Он будет наделять вас зрелостью, силой и стимулом воодушевлять других. Это и есть разумное служение. Следующий стих. «И не сообразуйтесь». То есть Бог говорит нам, перестаньте уподобляться, не сообразуйтесь с веком этим. Это естественный путь. Это путь, которым должно идти каждое человеческое существо, чтобы ощущать пребывание живого Бога и иметь доступ к великой силе. У вас есть доступ к этой великой силе. А вместе с этим вам дарованы огромная власть, великая миссия и особое предназначение. Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вы не представляете, как наш враг желает повлиять на ваш ум. Он хочет напугать вас. Он хочет захватить нас в свой плен, заставить нас усомниться, заставить нас колебаться. Но и Бог желает войти в ваш ум, чтобы придать вам больше ясности, великое понимание и покорность. Все зависит от того, с кем вы сообразуетесь. А еще это показывает, насколько вы в форме для Бога. Преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Она благая, угодная и совершенная. Есть 10 признаков неуподобления, и я вам сейчас их перечислю. Они помогут вам понять, с какой жизнью вы живете, и измерить, насколько вы подготовлены духовно. Но есть еще и признаки уподобления, потому что когда мы уподобляемся миру, мы начинаем вести себя так, как ведут себя в мире. Когда мы уподобляемся Христу, мы делаем то, о чем говорил Господь. Во-первых, первый признак духовного фитнеса — это увлеченность. Увлеченность Словом Божиим. Вы меня слушаете? У многих сегодня есть какое-то увлечение. Но вы вряд ли встретите кого-то, кто увлечен пониманием того, что сделал Христос, пониманием Его слов и того, что Он приготовил для нас в нашей жизни. Это очень важно. Послушайте, вот первая вещь, которую я понял, когда пришел к христианству. Когда я только начал следовать за Господом, у меня не было своей Библии, поэтому я одолжил ее у одного из моих друзей. Вернее, я украл ее у своего приятеля, которого звали Роллинс Стивенс-младший. А если точнее, Роллинс Стивенс-третий. Мы вместе учились с ним в школе. Я увидел у него эту Библию. В ней не было ничего особенного. И выглядела она так, будто ее редко читали. Поэтому я решил, что она ему не нужна. Но вот я спасся, и мне захотелось Божиих дел. Вы понимаете, я принялся жадностью поглощать эту Библию. К сожалению, я не могу повторить это сейчас для вас, потому что, если я открою, она развалится на пять тысяч маленьких кусочков. Она многое пережила. Над ней плакали, на нее чихали, проливали кофе. И теперь она разваливается. Потому что это не я обратился к ней, а она обратилась ко мне. Она помогла мне измерить свою веру и понять, кто я такой. Слова, заключенные в ней, это жизнь, и они зажгли жизнь внутри меня. Это и есть один из признаков духовного фитнеса, а именно то, что вы делаете с Божьим Словом. Ваша увлеченность с Божьим Словом. Она измеряется временем, которое вы проводите со Словом Божиим. Сегодня лишь у немногих найдется время остановиться и позволить Слову Божьему обратиться к ним. А знаете почему? Потому что сегодня нас очень многое отвлекает. В нашей жизни слишком много конфликтов. Важное становится для нас вторичным, либо мы вообще не занимаемся тем, что важно. Итак, увлеченность Божьим Словом. Она измеряется временем. Временем, которое мы проводим со Словом Божиим. Сколько времени оно находится внутри нас? Убежать от этого очень просто. Другое дело. Сидеть и читать Слово Божие и постигать наше предназначение. Сегодня на земле глаголит Слово Божие. Но вопрос не в том, глаголит ли оно. Вопрос в том, слышим ли мы его. Если вы не будете уделять ему время, вы его не услышите. Святой Дух не поможет мне вспомнить того, что не восприняли мои глаза, уши и разум. Он не покажет мне того, чего я не видел сам. Это один из признаков уподобления Христу. А если вы не знаете его Слово, это признак уподобления миру. Вторым признаком духовного фитнеса является желание попасть в Дом Божий, желание ощущать самого Бога, его мир и видеть рядом Божьих людей. Именно это желание заставляет нас собираться здесь, всех вместе, и это приносит нам чудеса. Давайте дружно скажем на это «Аминь». Не знаю, как у вас, но каждый мой день не похож на другой. Каждая моя неделя не похожа на другую. Не то чтобы мне постоянно не хватает церкви, я все время стараюсь проводить здесь. Желание попасть в Божий дом у меня связано с моим графиком, моими приоритетами и нашими тенденциями. Вы спросите, брат, о чем ты сегодня говоришь? Почему ты так возбужден? А я отвечу, просто я веду великую битву. Я был в столице и пытался вразумить ребят, страдающих игроманией, а еще я боролся с разговорами о сексе в школе. И я скажу вам, я знаю, что такое вести войну. Я был окружен тьмой со всех сторон, но я был призван нести свет. И я хочу вам сказать, что этот свет ничто не может замениться. У Бога не предусмотрена плана Б. Вы, его посланники, должны нести свет этому поколению. И вы должны соответствовать этому призванию. Вы должны духом нести добро. Вы скажете, ну, почему это должен делать я? Разве это не задача пасторов? Я думал, это должны делать пастор Питц, пастор Джоуи и другие пасторы. Но они не сделают того, к чему Бог призвал вас. Они не смогут пойти туда, куда Бог призвал вас. Но как мне узнать, что должен делать я? Вспомните, когда Иаков и Иоанн пришли к Иисусу со своей матерью и спросили, а будем ли мы сидеть одесную от тебя на небесах? Иисус ответил, вы не знаете, о чем просите. Вы можете испить со мной эту чашу? Иаков ответил, можем. И знаете, что ответил Иисус? Разумеется, сможете, но это будет горькая чаша. Вы когда-нибудь пили из этой чаши? В этой чаше находится все плохое, что может принести нам мир. Это рак, разбитые отношения, болезни, потеря ребенка, развалившиеся браки, разрушенные семьи, а также плотские желания и проделки нашего врага. Но пришел Иисус и разрушил все козни нашего врага. Вскоре он испил из этой чаши и сказал своим ученикам, вы тоже изопьете из нее. Он не предложил им испить из нее, а сказал с уверенностью, что они изопьют из нее, потому что он знал, что у тех, кто изопьет этой горечи, будут иметь доступ к возможности не гнить в могиле после смерти. У них будет ключ, с помощью которого они отопрут дверь и смогут попасть на небеса, потому что они живут в согласии с ним. Вы должны быть увлечены Божьим Словом и хотеть попасть в его дом. А еще вы должны рассказать людям одну историю. Очень многие люди любят рассказывать истории, но это другие истории. Обычно мы рассказываем истории о недостатках других, о чьих-то проблемах, неудачах. Очень многие люди в этом мире рассказывают истории, где главным действующим лицом является не Христос. Если вы будете нести его историю, то помните, что он должен быть не просто одним из персонажей этой истории. Он должен быть в центре. Он — это главный герой этой истории. Бог не поставил меня на эту сцену и не заставил меня осуждать вашу жизнь. Он вывел на сцену всех нас и продолжает оставаться судьей. Вопрос заключается в том, как мы поступаем с его сыном, Иисусом Христом. Является ли он главным героем истории, которую мы рассказываем каждый день? Это признак того, что мы в форме. Итак, это увлеченность Словом Божиим, желание попасть в Божий дом, история, которую мы должны рассказать, где главным героем является Иисус. Так мы притягиваем к себе людей, а заодно получаем освобождение. Послушайте меня. Когда я рассказываю другие истории, я не получаю освобождение. Я лишь делаю кому-то больно. Я отягощаю чью-то жизнь. Я не несу благую весть. Я отягощаю чью-то жизнь своими историями. Есть и четвертый признак духовного фитнеса. Он связан с песней или молитвой у вас в сердце? Когда моей песней была такая, «На полке стоит 99 бутылок пива, возьми одну, и жизнь станет красивой». Да, когда-то было так. Но теперь это не моя песня. Сегодня я пою песни в церкви. Эти песни исполнены смысла. Я восхваляю в этих песнях живого Бога. Я пою уже совсем другие песни. Молюсь совсем другими молитвами, не такими, как раньше. Вы меня слушаете? Зачем нам нужно быть в форме? Потому что есть мир, а вы Божьи посланники. Вы должны нести Слово Божие нашему обществу, погрязшему во грехах. Если вы вдруг отвлечетесь или проявите слабость духа, вы не сможете выполнить то, к чему призвал вас Бог. А вот и пятый признак духовного фитнеса – это задача, которую мы должны исполнить. Она заключается не в том, чтобы как-то протянуть свой век, заработать много денег, построить себе дом, добиться кучи достижений. Это то, что мы должны сделать сегодня, основываясь на Божьем присутствии. Я слышал, к чему призвал меня Бог, и исполняю возложенную на меня миссию. Если я оглянусь назад, я увижу, что уже многое сделал. Мне еще много чего надо сделать, но что-то я уже сделал. То, что я сделал, я уже сделал. Я завершил эти задачи. Они сделаны. Я могу оглянуться назад и рассказать об этом своим детям. И это замечательно. То, что я сделал, я сделал во славу Божьего Слова. Мои дела помогли нашему обществу. Я надеюсь, что и у вас было и будет много таких дел. Это задача, которую мы должны исполнить. Еще одним признаком является жажда божественного пребывания. Возможно, вы читали об этом Ветхом Завете. А вы вообще слышали об этом? В Ветхом Завете люди жили рядом со Скинией. Это произошло после того, как Моисей поссорился с Аароном. После этого он поднялся на гору и принес оттуда 10 табличек с заповедями. Тогда люди жили в непосредственной близости от Скинии, потому что все и все, что находилось рядом со Скинией, очищалось. Когда Аарон заставил людей грешить, Моисей сказал, «Бог вас всех накажет». Он обратился к Богу и попросил пощадить этих людей. И Бог ответил ему, «Хорошо, Моисей, я не буду их наказывать, но ты должен возвести Скинию в самом центре вашего города. Возведи ее на вершине холма». Потому что все, кто находился рядом со Скинией, принадлежали ей. Я не знаю, рядом с чем живете вы, но если вы не принадлежите Божьим вещам, то у вас не получится ими заниматься. Вы не сможете ничего сделать. Я не говорю о том, что вам придется пожертвовать рыбалкой или футболом. Я говорю о том, что некоторые делают из этих вещей идола. Люди делают идолы из бизнеса, отношений. Но эти вещи не были созданы для того, чтобы концентрировать на них все свое внимание. То, что принадлежит Богу, то свято. То, что Ему не принадлежит, мы называем светскими вещами. Это нечистые вещи. Они отдаляют нас от Бога. Будучи Божьим Сыном, вы никогда не будете нечистыми. Мы были призваны жить святой жизнью и ощущать Бога в мыслях, словах, делах, мотивах и действиях. Но мы сможем делать это только, если будем делать это все вместе. Так мы поможем друг другу. Мы — это невеста Христа. Это задача, которую мы должны исполнить. А еще мы должны жаждать Бога и стремиться к тому, что принадлежит к Его святостям. Седьмым признаком является подчинение приказу. Мы должны жить с покорной жизнью и подчиняться тому, что скажет Бог. Это приносит нам покой. Приносит выгоду. Приносит превосходство. Вам не придется жить от одной проблемы до другой. Бог не желает, чтобы вы жили как под дулом пистолета. Он желает, чтобы вы сделали все как надо. Значит ли это, что мы не должны ошибаться? Конечно, нет. В нашей жизни происходит очень много неожиданного. Это может выбить нас из колеи. Возможно, эти неожиданные вещи, произошедшие в одной сфере вашей жизни, принесут вам превосходство в другой сфере вашей жизни. У нас ничего не получится, если мы не будем правильно распоряжаться своим временем, тем, что мы имеем, а также талантом. Это и есть подчинение приказу. Следующим признаком духовного фитнеса является заветное сотрудничество. Очень часто в служениях я вижу одну вещь, и это ужасно. Например, мы с женой установили особые отношения с близкими друзьями нашего служения. Вам нравится это определение? Близкие друзья нашего служения. А ведь эти друзья живут и в Калифорнии, и в Бразилии, и по всему свету. Они постоянно переезжают с места на место. Они отправляются в новые путешествия. Когда-то у нас сложились близкие отношения, а сейчас нас разделяют большие расстояния. Поддерживать отношения очень непросто. Но люди, заключившие заветное сотрудничество, заключили завет с Богом, поэтому они продолжают общаться и сотрудничать друг с другом. Они работают вместе и понимают друг друга. И Бог прекрасно это знает. Если я доверюсь своему заветному партнеру, то заветное сотрудничество поможет мне развиваться. Оно поможет развить мне мое влияние на жизнь других людей. А жизнь других людей повлияет на мою жизнь. Вы знаете, что вам это необходимо? Вы не представляете, как много людей в мире не ощущало на себе правильного влияния. А вы знаете, как оказывать влияние на людей именно так, как того желает Бог. На вашу мать, на вашего отца, на ваших бабушку с дедушкой и на других членов семьи, а также на ваших друзей и коллег. В вашей работе должен быть заветный компонент. Но если вы в хорошей духовной форме и общаетесь с кем-нибудь из этих людей, вы все равно можете кое-что упустить. Можете не успеть повлиять на кого-то. Или вас отвлечет кто-то, кто желает повлиять на вас, а того человека по какой-то причине уже нет рядом. Он умер, переехал, перестал с вами общаться. Я не могу объяснить, почему так происходит, но я скажу вам вот что. Не стоит слишком долго горевать о том, что вы уже не можете изменить. Мы должны собрать то, что мы имеем, и принести это к престолу живого Бога, чтобы понять, что сейчас хочет от нас Бог. А вот и девятый компонент духовного фитнеса. Он связан с урожаем в нашем поле. Это знали четыре поколения моей семьи, и в семье моей жены это тоже знали. Если вы сеете в землю семечко, оно вырастет, оно растет, а затем приносит плоды Царства Божьему. Их можно оценить по количеству наших побед. Их можно оценить по количеству наших трофеев. Их можно оценить по количеству урожая на нашем поле. Давайте громко скажем на это «Аминь». И, наконец, есть еще один признак духовного фитнеса, и связан он с новым законом, который нам даровали. Согласно этому закону, вам возвратится во много раз больше, чем вы отдавали. Бог, поместив вас на землю, не говорил вам, «Теперь ты тут судья». Иди и осуждай всех вокруг. Смотри, кто ведет себя неправильно. Нет, он дал вам возможность узнать его получше. Очень часто я говорю своим детям вот что. Каждый из вас знает двух очень хороших, плохих людей. Скажите это. Один из этих двух очень хороших, плохих людей — это ваш злейший враг и противник. Он хочет поглотить вас. Он обманщик, который пытается уничтожить людей, сидящих в этом зале и за его пределами. А второй очень хороший, плохой человек — это ваша плоть. Вам не нужно больших, очень хороших, плохих людей, потому что у вас и так достаточно забот с этими двумя. В послании Галатам сказано, «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божьего». Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!